как будто окно в другой мир наконец-то выбрался на рыбалку открываю сезон твердой воды всем привет ну что ж дорогие друзья всем добрый день еще раз хочу поздравить всех с наступившим новым 2023 годом пожелать вам счастья здоровья удачи чтоб никто не болел никогда чтобы всегда было время на рыбалку потому что что-то последнее время времени нет ну а теперь давайте самой рыбалки выбрался на твердый лед твердый лед на твердую воду хотел давно морозы потому что уже наступили давным-давно и как бы и рыбка вот это вечер надо крепить все таки вторую часть палатки это не дело сейчас буду выходить ну вот но все было как-то не не то ни до того времени не было как сюда все время упирается но сейчас время появилось решил выйти лед достаточно толстый сантиметров наверное 20 но он хрупкий как бы тут лед хрупкий потому что у нас то плюс то минус то плюс то минус сейчас всего лишь минус четыре так пошел закреплю палатку всему прочему друзья еще очень сильный ветер так ну вот видели какая там погодка на улице классная блин лед просто трескается прям под ногами прям так клац 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 конечно как-то страшного тенька честно признаюсь смотрю рыбаки сидят даже далеко пошли сильно лед толстая же говорю вот сантиметров 20 то есть тут как бы сказать что лед там 7 сантиметров нет лед реально толстый как бы проблем вообще никаких в этом плане нету все равно что как-то боязно так надо насадить мотылька давненько на рыбалке не был на рыбалке не был друзья с сентября месяца представляете с сентября это вообще что это такое это это плохо так я от берега недалеко ушел думаю тут глубина ну максимум метра три больше тут не будет так не менее ветер конечно да вообще сегодня сильный ветер сильный смотрите ёрш ёрш это конечно это смешно вообще это плохой знак если клюнул ёрш это значит что рыбы нет пока что ее возможно вообще не будет ёрш знак плохой для рыбака обычно так сидишь есть пруд такой интересного на него приезжаешь ловить ловишь 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 и вот если вам потом попадается ёрш то все вы можете вообще уходить даже не пробует ловить потому что вы ничего там уже не поймаете потому что там как бы все если ёж попался так вот здесь еще час мы вторую все на на мотыль я купил еще опарыш но опарыш пока использовать вообще не буду все чисто на мотыль вот этот поплавок плохо тонет потому что у него этот как вон мормышка очень нелегкая а тяжелых нигде не могу найти мормышек они на так то погодка конечно супер поклевка как льет классно но это опять же может быть ёрш то есть не значит что это что-то серьезно ух ты ух ты видели вот это вот это был зачет зачет вот тут уже кто-то сидит нас ёрш наверно они это мелочь ну тут вроде чё-то поинтересней чуть побольше покрупнее ну это конечно ерунда все тут рыба есть намного лучше интересней ну какая есть чё-то клёв затих друзья даже мелочь не клюет сейчас пора достать секретное оружие это печенье это печенье прикормку я забыл но зато вот печенье взять я не забыл такое какое-то печенье сейчас мы покрошим рыбка сладенькая любит так что печенье я думаю не откажется посмотрим будет какой-то эффект что-то вообще не клюет запахом кофе пахнет все потом попозже тоже чайка бахнем так немножко вот так вот вон какая-то муть создается эти куски тоже сейчас осядут пусть сейчас только мотылька заменим что-то вообще с клёвом все печально вот а тут и менять надо гляньте какой тут пучок красивый что-то не хотит клевать странно вроде и от берега недалеко хотя бы уже мелочь бы клевала то как-то вообще грустно когда не клюет уже и на мелочь согласен уже на все на всех и на вся согласен на поплавок тоже парочку поклевок и все и больше не было наконец-то вот какие-то поклевки на поплавок пошли очень долго не было никаких поклевок вот наконец-то хоть что-то что-то сидит что-то сидит ох друзья слушайте ну это отлично это отлично смотрите по моему красавчик кто бы что не говорил но долго долго не было вообще никаких поклевок это со дна это все со дна так я думаю надо немножечко обновить вот здесь но вот эту вообще мертвую не знаю почему я уже и так и сяк уже и играл и что только не делал на безмотылку ну она так называется конечно безмотылка но там естественно тоже я мотылька насаживаю но там что-то прям вообще не очень тоже ну тут наконец-то поклевочка хорошо клевала хорошо вниз опустила то есть поклевка была нормальная глубина здесь кстати где-то наверно метра четыре с половиной ну не больше пяти четыре четыре с половиной так по локоть по плечу точнее замерял примерно нормально только я не знаю что здесь за дно то есть здесь ямка или тут просто как бы этот ну ровненькое дно плоское то есть я это вообще этих деталей не знаю этого озера я вообще не знаю поэтому тут что-то говорить даже не знаю насчет дна что тут и как поэтому ничего сказать не могу ну думаю что о о о о о о о вот видите я чуть-чуть получается поддернул уже какие-то поклевки пошли ну что то вот пару штук и все довольно несерьезно то ли рыба неактивная то ли не знаю даже но на эту очень долго не было поклевок очень долго хотя рыбка любит когда вот так вот где-то там вот минус два плюс один вот это вот знаете слякоть вода вот она любит вот когда на льду такое друзья еще на поплавок на это вообще мертвого вот поплавок что-то что-то есть что-то есть ну ладно ничего кошки поедят и ерша съедят ничего нормально а на эту вообще что-то мертвого на безмотылку ух ты ух ты ух ты сразу еще поклевка ну-ка кто тут у нас опять ешь вот какое голодный то ершик у нас любит полакомиться блин блин а чё ж на эту то на кивок вообще ничего нет я люблю на кивок ловить ну чё то на кивок вообще ничего не ловится потому что не ловится и не клюет ну что ж друзья пересел я на другое место буквально 10 метров от того где я сидел пробурился тут кто-то уже ловил до меня ну давненько наверное несколько недель назад потому что лунки замерзли но я в тех лунках не стал бурить я видите вот прикормка разбросана я буквально отступил опа звонок так вот на чем я остановился тепло в принципе не холодно но ветер ветер очень сильный не знаю прям вот вообще лед трескается трещит прямо сейчас саморез вкручивал чтоб палатку закрепить прям так прям трещина пошла но лед я же говорю лед крепкий так что бояться в принципе нечего здесь уже поймал две рыбки небольшие такие чуть больше пальца плотву но это хоть что-то пусть поэтому решил сюда перейти потому что на предыдущем месте вообще не клевало но это место тоже недалеко я же говорю буквально 10 метров но я смотрю как бы то что тут прикормка лунки были возможно рыбак который здесь сидел он знал что тут может бровка какая-то идет или может быть там есть какой-то там камушек на дне или наоборот тут песочек где рыбка стоит но может быть и нет может быть так же как и я пришел на обум сел ну по крайней мере я пришел без мотылкой разведал две рыбки поймал сразу же практически и все ну как бы решил что нужно сюда сесть ловить вот поэтому сейчас засяду буду ловить посмотрим что удастся здесь поймать и вообще как оно пойдет время наверное где-то пол двенадцатого ветер сильный ветер поднялся прям вот эти вот дуги они прям складываются ну ничего это в принципе все мелочи это все мелочи я в своем видео рассказывал что можно сделать веревочки распорочки чтоб они не складывались и в принципе пользоваться либо если вы не сделали можете просто ставить палатку в ходу спиной к ветру и нормально тоже будет будет спина складываться и ничего в принципе такого страшного не будет вот смотрите я буквально только-только закинул уже какое-то это движение какая то есть активность на поплавке я чуть-чуть поменьше сделаю глубину вот видите смотрите уже выкладывают о уже есть рыба а ветер прям сгибает прям очень сильно конечно вот ну вот такая вот мелочевка но в принципе катам катам пойдет можно ловить так что грех жаловаться лучше пусть клюет мелочевка чем вообще ничего не клюет вот так забрасываем и сейчас без мотылочку еще тоже забросим тоже там надо поменять наживку без мотылки вода вообще у меня уже полотенце все мокрое даже не знаю вытирать как об него о о о о о о о может что конечно крупнее возьмет вон на поплавок уже какие то поклевки ну ну хорошо пусть может быть что то крупненькое возьмет еще такой подлещик небольшой друзья это просто смешно выловил 4 рыбы на таких с палец и все как обрезала просто поклевок нет как будто рыбы здесь вообще нет очень странно то есть она то ли не ходит она стоит и ты как бы пересаживайся на другое место если здесь есть ты вылавливаешь та которая вот под лунками стоит и все и больше как бы рыбы нет нужно ждать там когда там какая-то чуть-чуть переместиться соизволит а так рыба просто стоит ну может я не прав конечно может она и ходит но очень-очень медленно ну ну пока тишина конечно хотелось бы еще бы один одну рыбку впоймать такую с ладошку ну желательно бы не одну ну хотя бы одну бы уже хочется то что то как то не совсем круто а не было есть что то вроде есть что то есть ага вот в принципе вот такая и клюет под пиво килька я думаю надо сюда нацепить о тут тоже видите пошло дело пошло ну правда мелкая тоже килька ой тут вообще этот ерш не люблю его тут противно поклевки идут конец килька ну килька как раз кливалась смотрите одна за одной Успеешь эту закинуть, уже так льет. Какую первую вытаскивать? Это вот на живца можно. Неплохо пойдет на живца. Такая мелочевка. В принципе, хотя... Может, даже на живца не пойдет. Небольшая щучка, в принципе, возьму. Думаю... Блин, опять она... Путается. Вот, а тем временем уже здесь клюет. Кто бы что, друзья, не говорил, но место все-таки решает. Вообще, вот просто буквально 10 метров и даже меньше, наверное, не 10, а 7. Одна за одной. Ну, правда, мелкая, но тем не менее, все равно, вот, смотрите, вот, опять выложила. Одна за одной. Это сейчас что-то притихло. А так вот, вот такая вот штука клюет. Вот, уже полный пакетка там наловил. Прикольно. Кто-то, возможно, скажет, что это не рыба, что это не рыбалка, что это ерунда все. Ну, я вам скажу так, что самое главное, это получить удовольствие, это насладиться природой, насладиться погодой, любой даже ветер. Сам процесс, сам кайф лова. А вот, если бы вы приехали, у вас вообще бы не клевало, вы бы просто смотрели на, вот, как в стакане поплавок плавает. Вот это уже был бы уже другой разговор. А тут все равно азарт, что что-то крупненькое, да, возьмет. Вот, и бывает, в прошлом году было, и не один раз, и окунь был на килограмм, и подлещики были по полкилограмма, по 300 грамм, поэтому все может быть, и все будет. Так, ну, а пока пусть оно клюет, я хочу все-таки тоже немножко поклевать, нужно перекусить. Единственная проблема, что даже никуда не положишь, не положишь вещи, то есть все течет, все прям в воде, вообще ужас какой-то. Поем печенье, которым подкармливал, сам им тоже сейчас подкормлюсь. Ну, вообще ужасно, вон, все в воде, все плывет. Ну, то есть тут, конечно, ужас. Сейчас тепло, солнце светит, ну, ничего. Самое главное, что мы выбрались на рыбалку, все хорошо. Чай у меня, конечно, крупнолистовой, я в этот раз себе сделал. Покупил. Ой-ой-ой, ой, блин. Ну, термос этот, конечно, такой, дрянной, честно вам признаюсь, он температуру почти не держит. Вот сейчас по рукам потекло, вообще пофиг. Так, чуть-чуть. Так что за это можно не переживать. Ну, че, всем приятного аппетита. У меня там, кстати, еще есть бутерброды с укрой. Но их, наверное, потом. Все равно поклевки идут. Ну, что ж, за Новый год, за открытие сезона холодной воды, твердой воды, точнее. Рыбалка, в принципе, удалась. Несмотря на то, что рыбка маленькая, тем не менее, она клюет. И прикольно. Азарт. Душу можно отвезти, половить. А больше ничего не надо. Сейчас чаек попью, покажу вам, куда я хочу в следующий раз, когда приеду, какое место. Еще просьба такая. Друзья, кто курит, не бросайте, пожалуйста, бочки на лед. Ну, как бы, и вот фантики, допустим, от конфет. Иной раз идешь, смотришь, лунка на этот, на куреное, набросанное, куча бочеков. Фантики от конфет валяются. Ну, как бы, знаете, ну, не культурно, что ли, как минимум. Не уважение к самому себе. Потому что вы же потом придете ловить еще раз на это место. Или придете летом ловить. Купаться придете. А в воде будут бочки, будут фантики от конфет возле берега плавать. А вы будете кричать, что, а, вот, такие вот плохие люди засорили, насорили. В воде всякая дрянь плавает. Но вы сами, прежде всего, это делаете. На льду кто бросает, поэтому, кто курит, собирайте с собой. Затушили. Забирайте с собой. Не надо кидать это на лед. Сами же губим природу. Сами же мусорим, ссорим. А потом еще чего-то хотим от других. Нужно начинать сначала с себя, а потом уже говорить за других. Поэтому нужно уважать друг друга и природу. И тогда все будет. Рыба будет клевать. И рыбы будет много. И все будет. Ой, хорошо. Ой, так. Ну, а теперь, как обещал, сейчас покажу. Ой, ой, ой. Вот вода просто тут вообще все течет. Так, смотрите. Ну, разве не красота? По-моему, вообще просто идеально. А лед с стеклом. Был бы только не рыхлый, было бы вообще замечательно. Вот в следующий раз хочу вот до тех камушей дойти. Не знаю, получится, не получится. Вон еще, видите, мужик в красном ходит. Тоже, наверное, ловит. Или что, не знаю, что он там делает. Бродит, ходит. Надеюсь, он видно. Наверное, ловит. Но я вот хочу к камушам туда. Не знаю. Дойду я в следующий раз. Не дойду. Посмотрим на лед, на погоду. Вообще, как все будет. Но если будут морозы, хотя бы дня 3-4, минус 15, то, в принципе, вообще смело можно идти. Даже не бояться. Но промерзнет прямо хорошо. Лишь бы снега не было. Потому что снег вот эту подушку сделает теплую. И из этого ничего хорошего не выйдет. А так, конечно, красота. Думаю, видно. Ну вот сразу, сразу, прям сходу. О, что-то есть. Что-то есть. Вон поплавок тоже ушел. О, ну это уже получше. Вот такой бы хотя бы брал бы. Ну, было бы вообще красота. Поплавок, он вообще вниз ушел. А сейчас мы его тоже... Нет, на поплавок пустота. Никого нет. Вон сантиметров 41. Нифига, вот оно. Все равно, даже в 40 сантиметров... Ах, сошла. Тут, походу, тоже... Не скажу, что вот оно. Вот оно. Так, ну, наверное, все, друзья. Буду собираться. Хватит на сегодня ловить. В принципе, душу я отвел. Вот такой вот получился улов у нас. Вонгибия. Много мелкой рыбы. Много ершей. Есть одна неплохая. Ну, как неплохая, более-менее вот. Вот она. Вот таких бы побольше подлесчиков. Было бы хорошо. Ну, вот так, в принципе. Все. Всем спасибо, дорогие друзья. Всем хорошей рыбалки. Всем успешного лова. И всем давайте. Пока-пока. Ох. 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 Ох.